Супер Стар, Стар Перцы С новым утром! Звезды на стороне! Будет круто! Это будет супер! Вадик, Алиса, Сережа Стар Перцы! Еще раз дрррррррасти, дорогие миллионы! Здесь Вадик Ворнов, Алиса Резнева, Сергей Дмитриевич, все на места! Всем-всем доброе утро! И такой энергичной вам пятницы, господа хорошие! 29-е, июнь на календаре, ну вот обещали, выполняем! Томир Совой у нас в гостях сегодня, здрасте! Привет! Русские люди, доброе утро! Привет, братан! Привет, братан! Тот самый человек, который не так давно крикнул офигенно, братан, а теперь у него 200 тысяч подписчиков в Инстаграме. Рустам вместе с нами тоже будет переводить с португальского на русский обратно. Здрасте, Рустам! Здравствуйте всем! Ну, давай первый вопрос, уж поскольку ты мужчина... Да, да. Вот, хочу спросить, как вот русские девушки две недели тому назад некоторые российские политики настоятельно рекомендовали россиянкам не вступать в сексуальные контакты с иностранцами? Как вы сейчас можете... Говори в микрофон, так будет лучше слышно, да. Как вы сейчас можете... Не заниматься сексом с болельщиками, да. А если дать русские не вступать в сексу, то они не вступают в сексуальные контакты с иностранцами? Ну, а рекомендация у них уже была в брусаку. Что? Ну, хотя бы приблизительно. Рекомендация вообще никуда не годится и провалилась полностью. Ну, слушай, интимные вопросы, конечно, задавать не будем, типа было что и так далее. Скажи нам, пожалуйста, а кто был тот самый первый русский, который научил тебя плохим словам? Девушки из Москвы. Та самая, которая не послушалась наших депутатов, я понял. Я даже знаю, в какие моменты она учила его. Слушайте, мне кажется, что мы должны как ответный ход совершить, чтобы он нас научил тем самым словам, которые мы должны кричать в Бразилии, чтобы нас также полюбили. Я думаю, что мы должны сделать ответы, чтобы ты нам научил слова бразилия, чтобы кричать в Бразилии. Есть какое-то одно слово, приличное, которое мы должны знать? Есть какая-то слово, более-менее, полюбили, что мы должны знать? В португальском? Да. В португальском. Например, «Go Brasil», «Вай Brasil» в португальском, и здесь «Давай Бразил». «Вай Бразил». «Вай Бразил». Вперед, Бразил. Вперед, Бразилия. Замечательно. Скажи, пожалуйста, я, конечно, слежу за развитием твоего инстаграма. Ты в одночасье проснулся самым популярным, наверное, нашим российским мемом чемпионата мира по футболу. А прибыло больше российских фанатов, поклонников, фолловеров? Или все-таки ты такой популярный сейчас во всем мире? Então, um dia você despertou como uma pessoa mais popular nas mídias sociais. Que фанс você tem no seu account? Mais, фанс russos ou фанс brasileiros? Eu cheguei aqui com 2.500 fãs, e agora já tô com 200 mil. Ou seja, eu tenho 198 mil fãs russos. Я прибыл сюда, когда у меня в инстаграме было 2.500, и сейчас практически 200 mil. Значит, россияне. Больше 120 mil из них россияне. Ну, конечно, конечно. Я люблю Россию. А ты знаешь, что наши блогеры с таким количеством подписчиков давно зарабатывают деньги, и очень много? Você sabe, que os nossos блогеров, com tanta quantidade de followers, ganham muito tempo, ganham muito dinheiro. Eu tô mais preocupado com o Brasil ser campeão, do que com ganhar dinheiro no Instagram. Меня больше беспокоит, чтобы o Brasil já estava campeão, нежели чем заработar dinheiro. Вот, Tomer, вот по этому поводу как раз. Мы тоже болеем, только не за Бразилию, а за Россию. А, a gente também, 14 mil. Nós ganhamos para o Brasil, nós ganhamos para a Rússia. Да, скажи, пожалуйста, скажи, пожалуйста, что нужно сделать нашей сборной в воскресенье, чтобы выиграть у испанцев? Как вы знаете, Испания потеряла своего тренера в первые дни мундиаля. Надо добить второго, что ли? И на последней минуте в матче с Марокко они упустили победу и добились ничей только. И, на minha opinião, no gol tem o Akinfiev, tem o Fernandes, tem o Galavin, tem o Cherichov. E, além disso, vão ter 90 mil pessoas no Luzhniki Stadium, ou seja, a chance, a Rússia pode sim passar da Espanha. У России есть такие классные игроки, как Akinfiev, Fernandes, Galavin, Cherichov. E еще 90 тысяч придут в Luzhniki, чтобы поддержать сборную, поэтому у вашей команды есть все шансы победить. Дорогие миллионы, Томир Савой у нас сегодня в гостях, самый известный бразильский болельщик, капитан, как он сам себя называет в инстаграме. Да, это же повязку. Официальная штука, но... Да, надел. Мы только начали, будьте поблизости, миллионы. Старперцы! Сегодня у Старперцев в гостях самый популярный, хотел сказать, бразильский болельщик, на самом деле, бразилец, самый популярный на данный момент. Томир Савой. Томир, здрасте, еще раз. Бунди, mais uma vez, Томир. Доброе утро, доброе утро. Томир когда-то крикнул, офигенно, братан, братан, офигенно. А сейчас говорит, пиво, пиво, водка, водка. Видите, все-таки... И неси, неси, еще, еще. Как Россия хорошо на тебя влияет? Então, а Россия имеет очень хороший impact на тебя. Да, да. Все время, водка мне, Россия, водка мне, пиво мне. Но, vocês имеют один вопрос. Да, одна проблема только есть. A cerveja daqui, не желая. Здесь не холодное пиво. Да, к большому сожалению, зато у нас холодная водка. Мы temos водка желая. У нас весь лед ходит туда. Я знаю, я знаю, но, às vezes, я até esqueço. Я это знаю, но, все-таки, иногда забываю. У нас есть очень популярный литературный герой. Его зовут Остап Бендер. У нас есть очень популярный литературный герой. Он всегда мечтал поехать в Рио-де-Жанейро, где все в белых штанах, не надо работать, и всегда хорошо. Он был в своем мечте, где весь мир имеет красный цвет, и где ты не можешь работать. Это правда? Ты оттуда, ты из Бразилии. Ты из Бразилии. Это правда? Ты из Бразилии. Нет, нет. Ты из Бразилии. Все думают, что я обычный литературный герой, но, на самом деле, я здесь работаю. Я представляю программу «90 минут», в которой нужно освещать жизнь обычного болельщика в другой стране. Чем я здесь и занимаюсь. Суштобер, скажи, пожалуйста, все-таки, вот, ну, мы понимаем, что чемпионат непредсказуемый. Ты из Бразилии. У тебя, понятное дело, все мысли про то, что Бразилия станет чемпионом, а вдруг нет? Ну, вдруг, ну, представь себе, кто тогда? Ну, мы понимаем, что ты из Бразилии, ты из Бразилии, ты против Бразилии, но, если Бразилии, кто тоже может стать чемпионом? Ну, что ты из Бразилии? Ты из Бразилии Аргентина, потому что ЛФС... А, Алеманья, Алеманья, нет. Аргентина, да. Спейн, нет. Спейн, нет. Хорошо. А Бельгия тогда у нас ходили слухи? Да, Бельгия. Бельгия. Бельгия, да, у Бельгии, да, у Бельгии, да, у Бельгии, да, у Бельгии отличная команда, это, наверное, лучшее поколение игроков за последнее время, но все-таки они недостаточно хороши для того, чтобы стать чемпионами. Скажи, пожалуйста, тебе не надоели постоянные предложения и просьбы крикнуть в камеру, офигенно, братан? Ты еще не видишь, что ты делал, с этой пропорцией, где-то офигенно, братан, для камеры, для видео? Для того, чтобы денег заработать? Нет, нет, у меня просто 10 друзей сейчас в WhatsApp написал и попросил для них что-то сказать. 10 друзей с моим ватсапом и попросил для них что-то сказать, офигенно, братан. И плюс 10 друзей, и плюс 1 миллион человек, потому что, когда я passo на улицу, постоянно, видео, видео, фото, 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 видео, видео. Ты знаешь, сколько раз я уже говорил, офигенно? Как много раз в 2 недели? Он сказал, конечно, надоели черти, отстаньте от меня, не буду я больше этого слова говорить. Ну хорошо, подожди, слушай, тут интересуются люди. А как ты борешься с похмельем? Ну потому что каждый день игра, каждый день пиво-пиво, so many cerveza. Вода. Вадар, 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 вадар is the solution. А как Томир относится к тому, что теперь его изображение на заднице одной россиянки выколото? Татуировка. Я познакомился с этой девушкой. Потому что мой фан-клуб в Ростове оплатил билет, чтобы я приехал туда, провел там 12 часов и вернулся. И когда я познакомился с этой девушкой, я сказал ей только одно. Почему? Зачем, да? Не так, надо было сказать, отличная задница. А скажи, пожалуйста, Томир. Вы должны сказать, что бунда перфейта. Да, да, да. Нет, нет. Послушай, Томир, в связи с тем, что там все-таки твое лицо на ее заднице, вот сейчас, если бы тебя спросили, что тебе больше нравится, ее лицо или ее попа? И теперь, когда она имеет свою бунду, что ты больше любишь, ее бунда или ее лицо? Это бунда. Я не знаю, бунда. Я думаю, что когда кто-то с ней будет заниматься сексом, она будет смотреть на меня. Да, да, вот отсюда прогнозы и проблемы. Дорогие мировые. Офигенно. Офигенно. Брата. Возможно, пару раз раз помордим. Но я слушал, собственно говоря, программу, когда я ехал сюда. И я, понятно, что я понял совсем немного. И я слышал, что вы говорили, сколько туристов они gastают здесь на Руси. Какой денег они gastают здесь каждый день? И я узнал, сколько в среднем туристы тратят здесь, в России. И я не gastаю почти ничего, потому что люди меня берут на гости, меня берут на отдых, меня берут на корону. А я в это же время не трачу почти ничего, потому что меня все время приглашают то пообедать, то поужинать, то пиво мне поставят. Томир Самой у нас сегодня в гостях самый известный бразильский умник. Умник. По счастливому стечению обстоятельств, дорогие миллионы, сегодня у нас в студии находится человек. Зовут его Томир Савоя. Здрасте еще раз. Доброе утро, русские люди. Да, да, да. Тот самый, который орал офигенно, братан, и теперь пожинает плоды. И самый популярный бразилец теперь уже и в мире. Так вот, этот человек с родины, вы знаете, которого много очень связано у Остапа Бендера, героя нашей сегодняшней игры. Он хотел туда попасть всегда. Конкретно в Рио-де-Жанейро. Кто дозвонился? Дозвонилась у нас Инна из Благородской области. Инна, ку-ку. Здрасте, Инна. Привет, привет. Привет, привет. Скажи, Инна, а ты знаешь Томира вот так дистанционно? Ты знаешь, кто этот человек вообще, который орал офигенно, братан? Ну, если честно, нет. Вот, сейчас познакомимся поближе. Это Кирк... А Инна Кирконе-Сявос. Привет, Инна, привет. Молодец. Доброе утро. Значит, сегодня Томир будет мне помогать, сохраняя, так сказать, объективность. Послушайте, вы только Томиру не сказали, что он не для себя будет добывать эти деньги. Как? Мы разве забыли? Мы забыли. Да, мы забыли. Мы для Инны будем стараться. Про Инна? Да, да, да. Да, да, да. Ну, хорошо. Без проблем. Инна Королева. Да. Инна, ты начал смотреть. Мне он так не говорил. Инна Королева из Белгородской области сегодня. Ну что, пойдемте пока к стульям. Пойдемте. Хорошо, мы останемся вас поджидать здесь. Поехали. Воспользоваться ли мне сейчас ситуацией? Дело в том, что Томир как бы везде за собой таскает огромный рюкзак, а у него там футболки в ассортименте. В принципе, у него тут, ну, большой такой багаж. В том числе есть фирменный его. И мы, видимо, уже наделали, подарили с его изображением. Ну ладно, так просто будет нечестно. Да, конечно, Россия страна гостеприимная, но все-таки надо как-то бороться с желанием утащить у иностранца что-нибудь из сухи. Не переводи, не переводи. Я Русталу говорю переводчику, не надо переводить то, что я только что сказал. Друзья мои, если вы сейчас подсматриваете нас на сайте и в приложении newradio.ru в соцсетях, вы видите этого замечательного человека из Бразилии, который сегодня посоветует и неправильный стул, если, конечно, она сама не будет наставить на каком-то номере. Что скажешь? Какой стул вскрывать? Сегодня 25 тысяч. Угу. Ну, давайте второй. Давайте второй. Подожди, у Томера спроси, какой бы он вскрыл? Да, да. Может, он посоветует что-нибудь дельное. We need the number of the chair. Четыре. Четыре. Томер говорит, давай четвертый лучше вскроем. Что скажешь? Так, да, четыре. Инна, либо послушаешься, либо будешь настаивать на своем. Нет-нет, я на своем. Все-таки, ты стараешься. Она хочет все равно второй стул вскрывать, понимаешь? Да. Давай-ка, вот на тебе ножик. Вот тебе ножик. Вот здесь прямо его так аккуратно. Аккуратно-аккуратно. Вот так по центру, по центру. И вот так вскрывай, вскрывай, вскрывай. И что? Пусто. Только поролон. Emptiness. Послушай. Ну, ну. А можно четвертый вскрыть? А на всякий случай можно такое исключение сделать? Еще чего. Ну, Вадик, ну пожалуйста. Ну, Вадик, давай. Ну, пожалуйста. Ну, впишись. Ладно, хорошо. Давай попробуем вскрыть четвертый стул. Посмотрим, вдруг там действительно были деньги. Давайте. Ну, это уже я. А ты мне помогай, давай. А если там деньги, то что? А если там деньги, я их заберу или отдам Томеру. Тоже нет ничего. Тоже пусто. Пусто, ребята. Пусто, но увлечение такое большое, да. Пошли в студию обратно. К большому сожалению, ни второй, ни четвертый стул сегодня не сыграл. А это значит, что вы можете вычеркнуть его из списков, дорогие, не Томера, а стулья. Вычеркнуть из своих списков и в понедельник загадывать, отгадывать какой-то другой, я не знаю. Сколько? Тридцать? 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 Тридцать. Тридцать? Тридцать? Микрофон, микрофон. Да, да, да. Утро бразилия, комиссария, обрирь todas as кадрис. Não, 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 mas eu sigo as regras, com exceção daquela de que a gente não pode ficar com as mulheres russas, senão eu sigo todas as outras regras. Я следую здесь всем правилам, точно так же, каким же правилам, какие установили русские политики для русских женщин. Что вы не заниматься сексом с настрономии балетиками? Да, понятно. Для этого мне и нужно гражданство. А, так давай сейчас, давай, ты мне показывал, у тебя есть маска нашего президента. Друзья, мы давай сюда. Так, давай. Вот смотрите, мы, мы просто, я честно скажу, мы с... Не лапай так, слушай, ну, аккуратнее. Мы с Тобером заранее договорились, он говорит, я хочу гражданство получить российское. Ребята, подглядывающие, вам завидую. NewRadio.ru, внимание, репетит. Тодиция получения гражданства бразильским болельщикам. Итак, я надеваю маску Владимиру Владимировичу. Вот, пожалуйста. Причащись, Вадик, умоляю. Да, вот, пожалуйста. Меня плохо слышно стало, потому что я в маске, но зато я стал как-то поблагороднее выглядеть. Абсолютно, да. С тобой теперь хочется идти, Вадик, это правда. Можем, маясь, но... Меяй? Да. Тебе идет быть... Владом. Братан, от души. Пожалуйста. Подари мне гражданство. Дорогой Томик. Дорогой Томик. Я со своими советниками думал недолго. Приезжай сегодня, сразу после эфира, на новом радио в Кремль. Документы уже готовы. Ребята, мы им отдали российский голос. Офигенно, братан, офигенно! Добро пожаловать! Где ты хочешь квартиру? Я русский, я русский! От тебе идет! Кстати, кстати, вот давайте все-таки за этой истерией нам все-таки Томир должен доказать, что он русский, россиянин. Как он будет это доказывать теперь? Очень просто. Каждый русский знает стихи, какие-то рассказы на русском языке. Нам нужно какое-то подтверждение. Какие-то шковоросы? Пожалуйста, confirm your naturality. Русский, converses, как вы знаете. Давай, у тебя же там уже даже заготовлено чего-то. Дайте микрофон, пожалуйста, чтецу. Пожалуйста. Я знаю, что у меня есть огромная семья, и тропинка, и лесок в поле каши, и колесо. Пять баллов! Слушай, молодец, молодец! Какой же ты молодец! Слушай, есть у нас один вопрос. Мы в наших газетах всяких, на наших ресурсах читаем, что болельщики, чтобы приехать сюда в Россию, там у себя на родине продавали квартиры, машины, ну потому что все очень дорого. Мы знаем, что многие торцы должны продавать квартиры, машины, машины, на наших ресурсах, чтобы приехать сюда. Потому что все очень дорого. Это правда? Это правда? Нет. Нет, это не дорого. А, он говорит, что здесь недорого. Ну, конечно, недорого. Я хотел предложить ему поехать к моим знакомым в Рязань, но боюсь, что... Тебе будет дорого как раз. Томир, дорогой, можно мы еще немножко с тобой поболтаем о том о всем? Скажи. Позвольте поговорить с тобой? Да, да, да. Он не устал! Офигенно, братан! Томир с собой у нас сегодня в гостях. Самый известный бразильский болельщик. Вот, вы знаете что? Чем отличается просто болельщик от Томика? Человека, который когда-то сказал... Томир, теперь тоже так говоришь. Да, да, офигенно, братан. Тем, что он очень ответственный. Он не раздолбай. Вот он сейчас сделал селфи с нами и уточняет... Именно. Инстаграмные наши никнеймы. Ну, это прям потрясающе. И не лень же ему возиться в телефоне. Молодец, молодец. Это прям такая гиперответственность. Скажи, пожалуйста, Томик, вот, по крайней мере, мои подписчики очень интересуются, где можно с тобой сделать фотографию. Ты что-то такое, ну, вот такое мероприятие предполагал? Где можно снимать фотографии с тобой? Где можно снимать фотографии с тобой? Ты уже планировал какую-то активность? Для juntать людей, чтобы снимать фотографии с тобой? Да. Бразилия матча. И я всегда буду в всех бразилиянных матчах. Томик говорит о том, что, если хотите сфотографиться со мной, во-первых, готовьте по 100 евро каждое. А во-вторых, ищите меня на матчах, где играет сборная Бразилии. Слушай, тебя также очень все просят спеть. Видимо, знаешь, наслышанно о твоих каких-то вокальных данных. Тем более у нас все... У нас музыкальное радио, нам просто надо. И потом у нас все... На португальском? На португальском, конечно, давай. Агона? Да! Да, пожалуйста. Засмущался? Давай, рога поправил только. Кантай в португальском, бора. Ну, я хочу сказать, что он все правильно делает. Потому что у нас все, вот, инстаграм, звезды инстаграма, они все рано или поздно начинают петь. Ну, конечно, конечно. И одежду шить. Тот застрелил из инстаграма, что он день начинает кантар. Конечно, конечно. Когда одна фраза, вот эта твоя знаменитая, всем уже надоест, тебе надо будет заниматься чем-то другим. В принципе, я считаю, перспективы финансовые, прям вот, самые благостные. Когда все будет шатиться к этой фразе, вам с тобой professional выглядят. Скажи, пожалуйста, когда ты вернешься в Бразилию? Когда ты вернешься в Бразилию? Ты вообще вернешься в Бразилию? Ты вернешься в Бразилию? Вы ваши вов overboard. 17 июля я вступу в Исраилу, в своей семье. И потом на 25 июля я вернусь в Бразилию. И я не знаю, когда я вернусь в prepер & différence. Но это definitivamente 2 тanton. Гдеурesus? Я еду в Израиль, проведу там неделю 25-го возвращаюсь в Бразилию И когда вернусь в Россию, я не знаю Но я обязательно вернусь И один вопрос, мы пока тебя никуда не отпускаем Это не финальный вопрос, но все-таки меня донимают Вот девушки некоторые в WhatsApp, я сейчас подошел к телефону Все-таки спрашивают меня Было у тебя что-то с россиянкой или нет? Нет, я спрашиваю в финале Но многие люди стали спрашивать Ты что-то, как Мамоса Русс Определенно, скажи Диго, definitivamente Нет Ребята, он пока свободен В очередь, ребят, в очередь Еще раз Здравствуйте, дорогие миллионы Здесь Вадик Ворнов Алиса Резнева, Сергей Дмитриевич Раз, два, три, три, два, один Всем доброе утро И такой энергичной вам пятницы, господа хорошие 29 июнь на календаре Привет, Томир Савой У нас в гостях Здрасте, Томик Привет, привет, доброе утро Видите, он уже охрип А потому что целый час с нами разговаривает Отвечает на все Даже самые каверзные вопросы Самый известный бразильский болельщик Капитан сборной Бразильских болельщиков Тот самый, кто крикнул однажды Офигенно, братан И вот у него выросли рога после этого Да, рога вырастают Да, да Прости, мы не хотели беспокоить тебя И дарить тебе боль Мы для другого здесь Извини, мы не хотели беспокоить тебя И дарить тебе боль Мы для другого здесь Поскольку очень много спрашивают Именно об этом А ты вообще планировал Как бы жениться в ближайшее время? В русском В ближайшие 2-3 года, я думаю Друзья мои Значит, мы должны сегодня Отпустить Томира Не побоюсь этого слова Этого глагола По-русски абсолютно удовлетворенным Футболку от нового радио Мы подарим чуть позже А пока Прямо сейчас Мы должны завести Аккаунт ВКонтакте Для нашего гостя Офигенно, офигенно Потому что Инстаграм это хорошо Инстаграм очень хороший Да, но ВКонтакте гораздо легче Знакомиться с девушками На речи ВКонтакте Мульт май спаси О конесер муля Да, да, да Закивался Let's do it, let's do it now Конечно Для этого торжественного события Мы пригласили в гости Дарью Здрасте, Даша Добрый день Сейчас мы тебе поправим В мягкой форме Все, как мы любим Всем доброе утро Вот, теперь хорошо тебя слышно Даша не кто-нибудь А селебрити-менеджер ВКонтакте Приехала специально Нашла дырочку Значит, в своем графике Заполненном До отказа Вот Для того, чтобы помочь Томеру обрести Наконец счастье Завести аккаунт ВКонтакте Что для этого надо сделать Томеру? В первую очередь Хочу поздороваться И сказать Доброе утро Привет Доброе утро, Дарья Очень рада Очень рада тебя здесь Видеть у нас в России И я с удовольствием Тебя зарегистрирую В нашей социальной сети В которой уже зарегистрировано 97 миллионов человек Давай, давай Мы уже скачали приложение Да, все верно Теперь Ты должен ввести свое имя Вот здесь Рустамчик, говори микрофон, пожалуйста Так Бразильский турист Фотографию тоже придется выбрать Выбирает из многочисленных фотографий Которые он уже понаделал в России Для того, чтобы Значит, картиночку приклеить Многие называют это аватарка И он знает русский Это удивительно Он знает русский Но только определенные слова, Даша У него он сразу предупредил Мы говорим My vocabulary is not so big Ну то, что надо Я, говорит, в курсе Я при делах Да, да, да Так, покажи мне, покажи Что у тебя выходит Такое впечатление, что он работает с фотошопом Делает рога побольше Вот, улыбку пошире Что ты делаешь там, Томик? Ты работаешь с фотошопом? Ага, говорит, отстаньте Говорит, у меня регистрация в ВКонтакте Дело быстрое, но ответственное А сейчас мы меняем твою страну На Руссии Хорошо, Даша с нами Почему не через мой? Я вот тоже хотел бы присоседиться к Славе Томика Друзья мои, минут через 3-4 обязательно к вам вернемся И, надеюсь, уже поздравим нашего бразильского друга С официальной регистрацией ВКонтакте У нас есть еще пара вопросов для человека, который когда-то крикнул Офигенно, братан, и стал популярнее, чем я С тобой у нас сегодня в гостях Человек, который крикнул Офигенно, братан Офигенно, как ты, братан? Нормально, ты как? Четко надо говорить, четко Вы знаете, так Чувствую прям реальное волнение, когда разговариваю с человеком-мемом Да, то есть человеком, которого все знают по Инстаграму И никто не знает, какой он на самом деле Да, но в этом случае наши предположения совпали с реальностью Да, потому что Томир такой же жизнерадостный, офигенный Расположенный к людям Человек хочет за тебя целовать Но пусть лучше это будут делать женщины Но в этом случае наши предположения совпали с реальностью Ты очень активный, очень вибрающий О, спасибо, Вадим Я не знаю, что ты бежал Нет, нет, нет Отказался от поцелов сейчас У нас продолжается процесс регистрации ВКонтакте Даша вместе с нами, селебрити-менеджер этой грандиозной сети Что у нас получается? У нас пока все замечательно получается Просто небольшая задержка Томир никак не может выбрать фотку для аватара И более того, он кокетничает, когда нужно указывать год его рождения, если честно Да, да, да Поэтому мы вот сейчас в процессе регистрации находимся И буквально совсем скоро Да, он получит свой собственный законный аккаунт в ВКонтакте Правильно, Даша? Да, конечно Он станет еще более популярным Потому что ВКонтакте он сможет найти много очень дам А скажи, пожалуйста Даша, он сможет заниматься коммерческой деятельностью? Просто он говорил о том, что он будет создавать свою коллекцию Безусловно, конечно Ему просто нужно будет связаться со мной Мы придумаем с ним бизнес-план И я думаю, и все это возможно реально Он не уедет никуда, ребята У него здесь есть работа У него есть дом У него постоянно притоки еды и холодного пива Ты же строил ему турне в Казани уже И вот встречать будет полгорода на вокзале Уже с письмаками и чак-чаком Томер, дайте слово бразильцу Бразилия, я за тебя Бразилия, чемпион Да, конечно А скажи, а в тот самый момент, когда ты проснулся Ты понял же, что ты стал очень популярным Как это произошло? Где ты был в тот момент, когда на тебя стали подписываться И ты вдруг понял, что это резонанс? Когда ты восстал, что ты уже был очень популярным О, где ты был, что ты делаешь? Я был в Ростов, Вондон Я был в Ростове, Вондон Я проснулся, пошел выпить кофе И официанты начали делать со мной фото Я вышел из отеля, я хотел поймать такси У меня не получалось, но потом, когда меня увидели во всем моем прикиде с париком Уже через 30 секунд я нашел такси Надеюсь, отвезли бесплатно Или, наоборот, дороже в три раза Как россияне поступили? Бесплатно 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 Друзья мои, как прекрасен бразильский язык, когда он по-русски Особенно бесплатно, сказал наш друг И в этом, собственно, вся суть Я желаю тебе, Томик, дорогой, получше изучить русский язык Обязательно Это важно для общения с женщинами российскими У нас большая проблема Люди плохо говорят по-португальски Это очень важно Чтобы общаться с женщинами Если у нас проблемы, то люди не говорят хорошо по-португальски А palavra mais estranha, что я знаю, в русском? Самое странное слово, которое я слышал в русском? Шакотно Послушайте, а говорил, что у него секса с россиянками не было Ну вот как доверять бразильцу? А, от мужчины ты услышал, прости, я понял Я никогда этого не говорил Ну что, мы желаем бразильской сборной успехов Мы желаем, чтобы твои рога рано или поздно все-таки отпали, как у настоящего оленя И хотим, Томик, чтобы ты оставался таким же жизнерадостным и мотивирующим не только мемом, но и человеком И желаем, чтобы все продолжают так вибраторно, так активно, не только как у человека, но и как у личности Тогда не женись Спасибо, брат, спасибо Офигенно, братан! На новом радио